19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение. В Одессе традиционно утром служат в храмах праздничную литургию, а горожане совершают традиционный обряд омовения в водах Черного моря. Почетный гражданин города Одессы, Одесской области Сергей Кивалов, который принял участие в литургии в храме Святой Мученицы Татьяны, поздравил всех земляков с праздником Крещения. Подробнее смотрите в материале наших корреспондентов. Крещение – это один из главных двунадесятых христианских праздников, который завершает цикл рождественских святок. По традиции в этот день освящают воду и ныряют в прорубь, символически очищаясь от грехов. В Одессе с самого раннего утра начались службы в храмах с соблюдением карантинных мер. Многолюдно сегодня было и в студенческой церкви, носящей имя небесной покровительницы учащейся молодежи, святой мученицы Татьяны, которая была возведена более 15 лет назад на территории Национального университета Одесская юридическая академия. Почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов также посетил праздничное богослужение и поздравил земляков со светлым праздником. Я и многие, наверное, одесситы, мои знакомые, друзья, они начинают этот день с молитвы. Вот у меня как раз за спиной храм святой мученицы Татьяны. Сегодня с самого утра много людей пришли помолиться, попросить у Господа мира, здоровья, благополучия в это тяжёлое время. Да, сегодня сложное время, но Господь управит, и я думаю, что у нас всё равно будет всё хорошо. Я уверен, что в нашей стране, в нашем городе будет всё хорошо, потому что мы живём этой надеждой и желаем всегда друг другу, особенно в эти праздничные дни, долголетия и здоровья, и благополучия, и мира. Это очень важно, чтобы мы всячески поддерживали славные традиции православия. Тысячи прихожан сегодня находятся в храмах города Одессы, и здесь у нас сотни людей сегодня пришли за святой водой, и это очень важно. В новом храме впервые в этом году на этот праздник освящается вода, и проходит служба в храме Иоанна Богослова, построенной при Международной академической школе. И там люди идут. Ну вот мы чем можем поддерживаем эти славные традиции. В этот день одесситы собирались для того, чтобы помолиться, попросить у Бога помощи и набрать святой крещенской воды, которая освящается по окончании божественной литургии по специальному чину, получившему название «Великое освящение воды». Песня «Вои, Орда, не крещающуюся тебе, Господи, трои, слави себе, Бог, в ласке бежит на вашем тебе». Издавна считалось, что крещенская вода обладает чудотворными и целебными свойствами. Именно поэтому люди так стремятся запастись ею на весь год. Те воды Иордана, в которые погружалось грешное человечество, и эти воды принимали на себя все грехи приходящих людей, они действительно были мутны и черны от этих страшных грехов. Но Христос погрузился в них и очистил. И вот сегодня мы этой освященной святым крестом и молитвами водой также напаяем свои сердца, наполняем свою душу, окропляем самих себя и свои жилища. По окончании богослужения настоятель храма святой мученицы Татьяны, протеерей Евгений Гутьяр, окропил прихожан святой водой. Сотни людей пришли получить благословение и осветить крещенскую воду. Твои Иордане, крещающиеся Тебе Господи, в троеческой явися поклонение Твои. Такой храм прекрасный наш Сергей Васильевич построил, и мы этому очень рады и очень любим сюда ходить. Всем добра, здоровья, большой такой праздник. Спасибо, что есть источник, где мы можем набрать воды, где мы можем осветить. Ну, вообще, это очень большой праздник. Мы просто тут рядышком живем, и с малышкой тут и крестили тоже 10-го числа. Ну, как-то вот светлый такой день, хороший в любом случае. Впервые праздничное богослужение в честь крещения Господнего прошло и в храме апостола Иоанна Богослова при недавно открывшейся Международной академической школе Одесса. В этот день принято, помимо того, что набирать воду святую в храмах, многие окунаются в различные источники. Но самое главное нужно помнить о том, что омовение не в реках и не в водах, а омовение души – вот что ценно для Господа Бога в этот день. И именно таким призывом сам Иоанн Креститель, который крестил Христа, призывал весь народ. Одесситы уверены, что каждый православный верующий должен посетить храм в этот день. В храме Иоанна Богослова также множество прихожан. Среди них и учащиеся школы, их родители, а также сотни других одесситов от мала до велика. Я обычно не окунаюсь. Для меня самое важное в этот день – это быть в храме, быть на великом освящении воды. Это знаменательный день для жизни православного христианина. В этот день мы вспоминаем, как в свое время наш Бог Иисус Христос, Он вошел в воды Иордании. Я считаю, что каждый православный христианин должен в этот день прийти в храм, так сказать, отдать Богу Божию, помолиться, получить благодать, осветить святую воду. У нас, конечно, в семье это традиционно. Мы ежегодно ездим всей семьей и окунаемся. Православный христианин не должен символично относиться к этому празднику. Он должен проникнуться всей душой, всем своим духом и всем своим разумом. Для чего? Для того, чтобы понимать этот праздник, нужно приходить в церковь. Уже традиционно более 15 лет подряд коллективы Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета придерживаются еще одной важнейшей крещенской традиции – купания в проруби. Проходит это на реке Боробой в поселке городского типа Великодолинское Авидиопольского района. Прежде чем приступить к крещенским купаниям, настоятель храма Иоанна Богослова протеерей Сергий Кударенко совершил чин освящения воды. Владыка зря крещаем, а яка человек на руку пришел, Иси Христе царю. В этом году, 19 января, за окном стоят настоящие крещенские морозы. И вода обжигающе холодная. Но даже при температуре ниже 15 градусов мороза ничего не может остановить, если есть положительный настрой и, самое главное, вера. Хорошо так. Бодро, бодро, бодро. У нас здесь компания, друзья, знакомые, коллеги по работе. Мы поддерживаем традиции эти всегда. Приезжают наши дети, наши внуки, и мы им показываем, что это хорошо, несмотря ни на какие морозы. Вода хорошая. В воду окунулся теплее, чем на свежем воздухе. Чуть-чуть ветерок, но все равно это традиции. Все равно это хорошо. Себя настраиваешь. Ведь самое важное – это настроить себя. Вся вода 19 января обретает чудотворные и целебные свойства. Перед погружением в прорубь обязательно нужно три раза перекреститься и три раза окунуться, ведь для этого праздника цифра 3 очень символическая во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы знаете, это замечательная традиция уже много десятилетий существует в Национальном университете Одесской юридической академии. Я уже девятый год подряд имею честь находиться здесь, нырять. И, знаете, это правильная, нормальная традиция. Она сплачивает коллектив президента университета Сергея Всевичкивалов. Первый, как всегда, идет в прорубь, ныряет. Ну и, конечно, весь наш дружный коллектив, вся наша сплоченная команда тоже с удовольствием это делает. И более того, это, естественно, нас очищает как духовно, так и физически. И я думаю, что следующий год, а мы, я думаю, что с Крещения тоже, знаете, начинается какой-то определенный этап, будем идти достойно, высоко подняв голову. И наш любимый замечательный университет ждет успех. А всех я поздравляю с прекрасным, замечательным праздником Крещения Господня. Желаю всем удачи и Божьей благословения. Президентом Международного гуманитарного университета Сергеем Васильевичем Киваловым установлено, что мы приезжаем в это место, прекраснейшее место, приезжаем нашим дружным коллективом. Первый идет Сергей Васильевич, он задает тон, и мы все идем и окунаемся. Я окунулся, скажу вам, что вода горячая. Она не просто теплая, она горячая. Хотя, казалось бы, сегодня очень большой мороз, но вода действительно очень теплая. Мне очень приятно, что мы сегодня таким нашим дружным коллективом национального университета и юридической академии во главе с нашим руководителем сегодня совершили это таинство. И я свои впечатления хочу сказать, что действительно ощущается такой дух, ощущается то, что, ну, как оздоровление, такое омоложение. Поэтому мне очень приятно, я искренне хочу от всей души поздравить всех одесситов, всех наших сотрудников университета с этим большим праздником. Проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вячеслав Полясный подчеркивает, что очень важно заблаговременно начать закаляться и знать основные правила, как и кому можно окунаться в ледяную воду. Сегодняшний день, богоявление, это проверка не только крепости духа, но и проверка физической своей крепости. Люди, которые сегодня в такую погоду решаются окунуться в воду, это своего рода проверка себя на прочность. И, конечно, это под силу только здоровым людям. Люди, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, все им, конечно, это не рекомендуется. Я думаю, что достаточно пройти просто службу. Праздник Крещения по традиции завершает длительный праздничный период у наших земляков. Дальше – рутинные трудовые будни, рабочий год, который вряд ли в силу понятных причин будет легче предыдущего. Однако положительная энергия, полученная во время омовения в Крещенской воде, должна помочь пережить даже самый непростой период.